Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Офинарс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. Сегодня я постараюсь вам рассказать, помочь, как можно легко и быстро убрать лаги в Лиге Легенд. По крайней мере, этот способ не помог. Дело в том, что после обновления предсезона, когда у нас изменилась немножко карта, изменились разные эффекты, там дождь пошел и прочая тема, у меня стала местами приседать игра. В чем это проявлялось? Я бегу, например, по карте и вроде никаких спецэффектов нет, но раз у меня, допустим, резко потеря половины фпс, буквально через секунду игра восстанавливается в обычном режиме. То есть такой микролаг происходит, это очень неприятно, причем очень часто. И в итоге я нашел способ это дело решить, по крайней мере, он точно мне помог, надеюсь, вам тоже поможет, потому что я знаю у многих такая проблема, что именно лагает после обновления предсезона игра. Итак, первым делом, что нам нужно сделать? Самое главное, обновить драйвера на видеокарту. Не бойтесь, это не страшно, в этом ничего такого нет. То есть находите официальный сайт, в моем случае это InVideo карточка, да, то есть я захожу на сайт InVideo, выбираю драйвера под нее, скачиваю самую последнюю версию, устанавливаю и после чего вы, естественно, делаете то же самое. И после чего я уже, когда их установил, у меня есть возможность с правой кнопкой по экрану здесь нажать панель управления InVideo выбрать. Это вот как раз таки программа отвечает за настройки моей видеокарты. Дальше здесь выбираем вкладку управление параметрами 3D. Это вот почти сам последняя вкладка. И здесь вот куча разных настроек. Здесь нам нужно всего лишь одно исправить. Нам нужно вниз отмотать и найти вот этот вот параметр. Режим управления энергопитанием. Здесь мы ставим предпочтителен режим максимальной производительности. Это даст максимум, собственно, питания для видеокарты, она не будет проседать. Как только мы настроили этот, собственно, режим, выбрали максимальной производительности, сохраняем, выходим. Следующее наше действие, мы, собственно, заходим сюда, опускаем немножко и вбиваем поиск. Вот у нас есть поиск здесь по Windows. Можно просто через пуск найти. Но наша задача найти здесь, получается, так, питание. Изменение схемы управления питанием. Открываем ее. У нас откроется вот такая вот штука. Здесь, собственно, вы настраиваете сами, когда у вас будет выключаться дисплей и прочее. Но самое главное нам выйти вот на одну вкладку назад. Это электропитание. Нажимаем сюда. И здесь выбор или настройка схемы управления питанием. Выбираем максимальную, самую высокую производительность. Скорее всего, если она у вас не включена, она у вас здесь может находиться. Если у вас экономия энергии, либо сбалансированный режим, это может, опять же, приводить к лагам. Недостача питания, карта может не на максимум работать и будут проблемы. Поэтому выбираем высокая производительность. Обязательно ставим, сохраняемся, выходим. После этого, уже внутри игры, мы, собственно, нажимаем здесь. Так, здесь мы, наверное, не сможем зайти. Внутри игровые. Здесь у нас нет доступа к настройкам видео. Поэтому мы заходим в тренировку. Инструмент для тренировки. Создаем. Подтвердить. Окей, залетаем сюда. Заходим, собственно, выбираем любого чемпиона, который вам нравится. Это все равно тестовый режим. То есть наша задача просто зайти и изменить настройки. Во-первых, мы уже сразу, после того, как мы включили максимальное энергопотребление, у нас уже должны пропасть лаги. То есть если у вас раньше игра работала нормально, то таким образом вы, скорее всего, решите проблему уже. Если же у вас ноутбук, то мой вам совет, также попробуйте отнести ноутбук в ремонт, либо сами прочистить его, систему охлаждения. Потому что очень часто система охлаждения у ноутбуков забивается, они начинают греться. У них идет так называемый троттлинг, то есть падение частот. И из-за этого, собственно, у вас ноутбук, допустим, новенький работал отлично, там выдавал 300 фпс. И тут раз, как прошло полгода, он у вас уже 60 фпс еле-еле выдает. А еще полгода он вообще может лагать, не знаю, на 20 и работать. Просто потому что засорился. Вам его почистят, либо сами почитайте, посмотрите, как чистить. И у вас лаги должны исчезнуть. Итак, заходим мы, собственно, в режим игры. После чего здесь нажимаем escape, видео. Здесь советую убрать, скрыть декоративные элементы. Здесь, опять же, сглаживание, вертикальную синхронизацию убираем. Частота обновления. Нужно знать, сколько у вас монитор имеет герц. То есть можно, в принципе, погуглить, посмотреть, найти свою фирму монитора. У меня вот 144 герц. Поэтому стоит 144 фпс. Если вдруг у вас, например, как правило, зачастую у людей либо 60, либо 120, либо 144 герц монитор, вы можете немножко поднять значение, именно чтобы не делать без ограничения, а сделать его чуть-чуть больше вашего стокового количества фпс. То есть если у вас, например, монитор 60 фпс, вы можете поставить 120. Если у вас 120, вы можете поставить, допустим, 144 попробовать, либо 200. Если у вас 144, можно поставить 200. Зачем это делается? Чтобы у карты был как бы небольшой запас фпс, чтобы эта просадка нивелировалась. Потому что, когда вы ставите здесь ограничение, у вас, то есть если мы поставим без ограничения, у нас карта будет работать на максимум. Все, что она может выжить, да, в текущий момент. Если мы поставим здесь вертикальную синхронизацию, то она будет работать на максимум, но фпс будет выдаваться, выводиться эквивалентно герцовке нашего монитора. Если же мы с вами поставим здесь физическое ограничение равному количеству наших герц монитора, например, 60, если у нас монитор 60 герц, в таком случае у нас карта будет работать не на максимум. И она будет работать вот для того, чтобы выдать эти 60 фпс. И в случае того, как если произойдет какой-то, ну там, тяжелый момент в игре, какая-то просадка, например, раз там какой-то спелл кинули, у вас может из-за этого улететь фпс вниз, потому что карта не успела на максимум активизироваться. Поэтому сделайте небольшой запас, то есть, допустим, есть 60 фпс, ставьте 80, 120, поэкспериментируйте. То есть хотя бы там в два раза, да, это будет хороший вариант. Но вот у меня, в принципе, уже и на 144 карты справляются без особых проблем с пролагами. Но если такое есть, обязательно чуть-чуть поднимите фпс. Ну, естественно, следующим вашим пунктом это качество игры. Вы обязательно выключайте тени, и здесь качество персонажей, окружение и эффектов поставьте эквивалентно нужному вам фпс. То есть если у вас, скажем, фпс недостаточно, сделайте небольшой запас. Если у вас, допустим, выдается стабильно 60 фпс, да, при том, что у вас стоит 120 фпс, вы можете, допустим, сделать такие настройки, чтобы у вас было чуть больше фпс, допустим, чтобы у вас в спокойном состоянии выдавалась уже соточка. Для этого чуть-чуть понижаем настройки графики. То есть в данном случае, если я без ограничения поставлю, у меня видно то, что выдается там 300 фпс. И понятное дело, что мне как бы нет смысла здесь ограничивать настройки, и так как бы избыточное количество фпс, поэтому могу ограничить. Если же у вас фпс меньше, чем нужно, вы можете, естественно, понижением настроек, качество настроек поэкспериментировать, добиться хорошего значения. Так, потом, по поводу еще интерфейса. Здесь заходим в интерфейс, желательно убрать всю анимацию. То есть здесь есть такие вещи, как включить анимацию интерфейса. Вот у вас полоска стала двигаться, она не нужна, выключаем. Включить, показывать интерфейс потери контроля, выключаем. Показывать анимацию шкалы здоровья. Это вот когда вам дамаг будет наноситься, у вас хп будет плавно уходить, выключаем. То есть нужно убрать всю лишнюю анимацию. Подсвечить экран при получении урона, выключаем. Выделять чемпиона при перемещении камеры к нему выключаем. Подсветка экрана выключаем. То есть можете, вот, собственно, я вам сейчас медленно пролистаю, поставить настройки, как у меня. Это очень хорошие настройки. Они именно хорошо подходят для того, чтобы играть на высоких рангах, чтобы достигать высот и добиваться максимума. То же самое, кстати, текст в бою. Это дополнительная нагрузка. Обязательно оставляем only золото. Но если вам нравится урон, можете урон оставить. Остальное все выключаем. Это все не нужно. Если вы вот именно такие настройки поставите, я думаю, у вас должны проблемы решиться и лаги должны уйти. По крайней мере, я на это надеюсь, что смог вам помочь. Если так, обязательно напишите комментарий под видео, помогло ли вам это. Если не помогло, то буду искать еще какие-то способы. Возможно, есть другие причины у кого-то. В общем, делитесь комментариями, делитесь своими способами, делитесь своими настройками. Ну, а я на этом заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Счастья, рации, удачи вам. Всего самого наилучшего. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока.